Коллеги, всем добрый день. Пару слов расскажу о нашей компании. Безусловно, вы уже про нас практически все знаете, поэтому может быть какие-то новые вехи. Более 1400 проектов мы уже реализовали в 164 городах России. Помимо России у нас еще участвуют другие города и страны. Это Китай, Италия, Индия. Пять филиалов нашей компании в России позволяют осуществлять поддержку на нашей большой необъятной родине. Представительство в Алма-Ате позволяет особое внимание уделять Казахстану. Ну и более 300 сотрудников позволяют нам гибко подходить к решению данных вопросов. Помимо логистического направления, которое занимается складской логистикой, транспортом и перевозками, вы можете воспользоваться нашей новой системой управления цепочками поставок. Сейчас она очень актуальна, большой спрос на нее возникает в России в связи с санкциями, поскольку требуется повысить свою эффективность. Проэффективность. Корпоративное направление также очень сильно занимается финансовыми, корпоративной отчетностью, имущественной инвентаризацией. Интеграционные вещи сейчас очень сильно актуальны. Так мы недавно, буквально где-то год, наверное, уже как выпустили сервисную машину предприятия, которое позволяет интегрировать различные приложения в единое пространство, можно так сказать, с различными средами. Собственно, это отдельные вебинары проходят по сервисной шине и вчера даже был у нас демо-день. Мы оказываем полный центр, полный спектр услуг по оптимизации бизнес-процесса в том числе. Я вот на этот момент хочу немножечко отметить, поскольку ваши решения, которые уже сейчас работают, вы также можете воспользоваться и нашими услугами по аудиту уже внедренных решений, поскольку, возможно, те решения, которые были применены у вас в проектах, вы уже из них выросли и, возможно, требуется какая-то перенастройка логистических процессов. Также, кто не знает, мы поставляем проекты под ключ вплоть до поставки необходимого оборудования, это в том числе и серверы, как самая нижняя строчка нашего слайда, центр технической поддержки в режиме 24 на 7. Собственно, об этом сегодня и будет идти речь. Я передаю слово Владимиру. Владимир? Да. Коллеги, сегодня мы поговорим о том, каким образом возможно организовать бесперебойную работу информационной системы 1С ВМС с использованием продуктов, которые предлагает компания Аксилот. В первую очередь хотел бы для начала разговора акцентировать внимание на жизненном цикле информационной системы, на экономическом эффекте, который получает компания от внедрения информационной системы ВМС, ну и на самом деле любой информационной системы вообще. Первоначальный этап жизненного цикла, когда компания только тратит деньги, он короткий и на самом деле не является с точки зрения бизнеса самым важным, потому что компании необходим экономический эффект от использования информационной системы. Экономический эффект начинает получать компания только после запуска системы в промышленную эксплуатацию. Вот тогда начинается самый важный и самый интересный этап жизни информационной системы и самый длительный. То есть первоначальный этап, он относительно короткий для ВМС системы, это в среднем 3-4 месяца, может доходить до полугода, а вот дальше начинается этап эксплуатации, который длится годами, иногда до 10 лет информационная система эксплуатируется без замены на другую. И именно в это время компания ожидает получения, в том числе и прямого экономического эффекта от системы. Соответственно, на этом этапе, на первый план выходят вопросы обеспечения непрерывности работы информационной системы, потому что от нее начинает зависеть серьезный и важный бизнес процессы в компании. Про этот этап мы и поговорим сейчас. Для того, чтобы понять, как мы должны организовать бесперебойную работу ВМС системы, нам желательно ответить на вопрос, а сколько же стоит бесперебойная работа складского комплекса, как это можно оценить. Для чего нам это нужно? Это нам нужно для того, чтобы сбалансировать затраты на сопровождение, на поддержку работоспособности информационной системы, чтобы у нас затраты на ее сопровождение и поддержку, как минимум, не превышали экономический эффект от бесперебойной работы. Подходить к этому вопросу можно с двух сторон. Можно оценивать прямой экономический эффект от того, что у нас все работает, если совсем просто. То есть, если у нас вовремя производство выполнило свои планы, если у нас все клиенты получили то, что хотели, то, что заказали именно тогда, когда заказали и так далее, сколько стоит то, что у нас не было простоя сотрудников, и дальше этот список можно еще продолжать, говорить про сохраненные складские площади и так далее. То есть, экономический эффект можно считать таким образом. Можно подойти от обратного именно к обеспечению непрерывности работы системы и попробовать посчитать, а сколько же стоит сбой в работе информационной системы. Сколько стоит простой в течение определенного времени, в определенный момент времени. Потому что, понятно, эта задача тоже не совсем такая уж легкая, потому что простой ночью – это не то же самое, что простой днем. И так далее. То есть, тут два способа. На эти вопросы мы должны попробовать ответить сами для себя при решении задачи обеспечения бесперебойной работы склада. Потому что от этого будет зависеть в том числе и определение, что такое бесперебойная работа склада. Она должна основываться на именно периоде, критичном для ведения бизнеса. С чего можно начать вопрос определения бесперебойной работы непосредственно. Что такое бесперебойная работа. Первый вопрос, на который необходимо ответить в данном случае – это определить то самое время, те самые моменты, когда информационная система имеет наибольшее значение, наибольшую ценность для ведения бизнеса. Пример. Если склад не работает круглосуточно, а работает только с 9 до 6, то, соответственно, в ночное время не бизнес критично, оно не является каким-то важным для бизнеса. А вот время с 9 до 6 является дорогим, является критичным. Если же складской комплекс работает в режиме 24 на 7 и постоянно, непрерывно должен выполнять свою функцию, тогда мы получаем очень жесткие требования к непрерывности работы системы. Потому что система должна работать в том же режиме, в котором работает складской комплекс. Если мы ответили на все предыдущие вопросы и посчитали, и четко зафиксировали, в какое время, какая степень доступности нам необходима, то тогда мы можем переходить к следующему этапу. Следующий этап представлен здесь в виде пирамиды, которая может поддерживать необходимый нам уровень доступности системы. Базируется все, конечно же, на использовании хорошего, качественного программного обеспечения и хорошего, качественного оборудования в информационной системе. Если у нас достаточно высокие требования к доступности информационной системы, конечно же, мы не должны забывать и про дублирование. Потому что, насколько бы качественным и хорошим не было оборудование, все равно оно подвержено возможности поломки. Также необходимо, конечно же, информационную систему поддерживать с помощью обученного персонала. Если у нас сотрудники не представляют, как работать с системой, то никакое оборудование не сможет нам компенсировать этого. Это база. Это то, что решается всегда в рамках проекта внедрения системы. Без этого система, в принципе, не может никак работать. Что следующее? Следующее – это то, что мы должны обеспечить необходимые процедуры, выполнение необходимых действий для минимизации количества сбоев. на первом этапе по вине самих сотрудников, по вине людей, которые эксплуатируют систему. Потому что не является секретом, что наибольшее количество сбоев в информационных системах происходит в моменты проведения каких-либо изменений. Когда что-то перенастраивали, что-то переставляли, что-то добавляли, удаляли, в этот момент как раз что-то не учли, и произошел сбой. Статистика показывает, что большинство сбоев, разная статистика по разным видам системы, говорит разные цифры, но они все сходятся в одном и том же, что большая часть сбоев происходит после изменений. То есть мы что-то изменили, не учли какой-то момент, и в результате поломали работу информационной системы. Поэтому необходимо при эксплуатации, при промышленной эксплуатации уделять этому особое внимание. Это не важно, не столь важно на этапе реализации проекта, но это становится очень важным, когда система уже находится в промышленной эксплуатации. Следующим кирпичиком нашей пирамиды являются проактивные действия. То есть это в том числе и технические средства, которые позволяют нам вовремя заметить, вовремя предотвратить какие-либо надвигающиеся сбои, надвигающиеся проблемы информационной системы. Неотъемлемым элементом этого кирпичика является система автоматического мониторинга. То есть когда существует отдельная информационная система, которая сообщает нам все показатели элементов информационной системы, которые подвержены каким-то потенциальным сбоем. Ну, классический такой пример, да, это когда используется сервер с двумя жесткими дисками, настроено зеркалирование, и вроде бы все считают, что все хорошо. Но при условии, что вы не узнаете, когда у вас сломался первый диск, вы точно так же получите проблему, когда сломается второй, потому что необходимо вовремя его заменить. Поэтому система мониторинга должна вам сказать о том, что один диск сломался, система пока еще работоспособна, но его нужно срочно заменить, потому что иначе вы рискуете и работаете без резерва. Это такой самый распространенный пример. И последний элемент нашей пирамиды – это организация скорой помощи, организация дежурства и постоянного доступа к сотрудникам необходимой квалификации в случае, если все же все предыдущие действия не позволили нам предотвратить какого-либо сбоя. Конечно же, мы должны обеспечивать возможность доступа к сотрудникам необходимой квалификации, которые могут исправить ситуацию. То есть это дежурная группа, это некий сервис-деск, который работает в режиме работы складского комплекса, ни в каком ни другом режиме, и готов максимально быстро подключиться и начать решать проблему, если она все-таки вдруг произошла и случилась. На следующем слайде представлен перечень уже каких-то более конкретных предложений, более конкретных требований к обеспечению работоспособности непосредственно ВМС-системы. Я не буду зачитывать все, здесь каждый сможет это прочитать, и, в общем-то, особо нового, наверное, те, кто эксплуатирует систему сейчас здесь, не увидят для себя. Но для тех, кто только заканчивает проект внедрения и готовится к эксплуатации, эта информация может быть полезной. Акцентирую внимание на таких вещах, как наличие понятных инструкций для сотрудников, это крайне важно, они должны быть не просто понятными, они должны быть актуальными и обновляться вместе с изменениями настроек информационной системы. Это важно, особенно если персонал на складе периодически меняется и появляются новые сотрудники. Очень важно иметь резервные терминалы сбора данных, причем не просто резервные терминалы сбора данных, а именно терминалы, которые в любой момент, когда это необходимо, готовы к работе. Наиболее частые проблемы, разряженный аккумулятор или еще что-то подобное, либо ненастроенное ПО. Формально ТСД есть, но если вдруг ночью его нужно взять и начать работать, то это не происходит, потому что что-то недоделано чуть-чуть. В результате нарушается непрерывность в работе системы. Резервное копирование – это общее требование. Важный момент – это описание каких-то процедур на случай, если произошел сбой, но не фатальный, когда система работает, но с какими-то ограничениями. Под системой я понимаю все элементы, то есть, например, если сломался принтер, но есть второй принтер, то люди просто должны знать, где он находится и как на него перенаправить печать. Очень часто бывает, что из-за такой вроде бы мелочи происходит неоправленный простой в работе системы, потому что люди не знают, что делать в этой ситуации, поэтому просто должна быть инструкция для людей. Ну, остальные элементы 7, 8, 9 я уже проговорил, они, в общем-то, напрямую вытекают из предыдущего слайда. Все хорошо, все понятно на этом этапе, как правило, а как же это сделать? Как это сделать? Сделать это должны, конечно же, люди, и для того, чтобы это реализовать, необходим доступ к сотрудникам достаточно высокой квалификации, причем эта квалификация должна поддерживаться у этих сотрудников постоянно. Система эксплуатируется, как я уже сказал, несколько лет, и вот несколько лет нам необходимо обеспечить постоянный доступ к сотрудникам необходимой квалификации. Нам нужно их удерживать, нам же нужно их обучать, нам необходимо поддерживать их уровень знаний и навыков на определенном уровне. Как минимум 5 специализаций существует, владеть которыми необходимо при эксплуатации системы ВМС, начиная от сугубо технических вещей, связанных с администрированием, и заканчивая глубокими знаниями в организации складской логистики, для того, чтобы можно было эффективно проводить изменения и повышать эффективность работы склада. У компании Axelot, конечно же, есть сотрудники в достаточном количестве, необходимые квалификации, которые могут в любой момент выполнить необходимые задачи. То есть в этом как раз компания Axelot и может помочь вам после внедрения информационной системы, обеспечив сопровождение. С технической точки зрения схема сопровождения при круглосуточной поддержке она выглядит таким образом, как указано на текущем слайде. То есть мы устанавливаем специализированный сервер мониторинга, который работает постоянно, круглосуточно, который настроен на контроль определенных показателей в работе системы, начиная от показателей, связанных с работоспособностью сети передачи данных, и заканчивая показателями, которые связаны непосредственно с прикладной частью системы. То есть мы круглосуточно, постоянно собираем информацию о показателях Apdex. Если кто-то сталкивался, это показатель, который показывает качество работы системы, связанное с временем отклика и временем выполнения определенных пользовательских операций. То есть за какое время создается документ, за какое время он проводится, закрывается и так далее. Естественно, не все тотально документы контролируются, контролируются те, которые критичны для ведения бизнеса. За системой мониторинга находится дежурный инженер, который, получая от нее сообщение, может вовремя, превентивно выполнять необходимые действия, чтобы проблема не начала развиваться. То есть если мы по системе мониторинга видим, что документы планирования начинают формироваться чуть дольше, чем это происходило ранее, или чем записано в заранее определенной норме, и мы видим, что эта динамика продолжает ухудшаться, мы сразу же реагируем, начинаем разбираться, в чем причина этой проблемы, анализируем ее, находим причину. Она может находиться как в настройках или в каких-то сбоях на уровне операционной системы, на уровне SQL-сервера, или на уровне сервера приложений, или на уровне последних приведенных изменений. Допустим, в бизнес-процессе что-то изменили, какую-то операцию, и это повлекло за собой увеличение продолжительности подготовки документа планирования. То есть мы вовремя на это реагируем, когда пользователи еще не успели это заметить. Может, они чуть-чуть заметили, что что-то стало чуть-чуть помедленнее работать. Но так как мы среагировали вовремя, то мы не дали в ситуации выйти из-под контроля, и применили необходимые корректировки до того, как произошла остановка системы, которая может потенциально произойти, или произошло ухудшение качества сервиса. Естественно, то же самое происходит и на техническом уровне, на уровне технического администрирования. То есть когда проблема потенциальная есть с оборудованием, с TSD, с серверами, с сетью. То есть мы мониторим полный стэк от оборудования, сети передачи данных до прикладной части информационной системы. Сразу могу ответить на часто встречающийся вопрос. Внедрение такого рода мониторинга, оно, конечно же, никак не влияет на работоспособность самой системы и не замедляет ее работу. То есть все эти показатели, они собирают сбор их, не создает какую-то большую нагрузку на систему, таким образом, чтобы это было, чтобы это влияло на качество сервиса. Там все рассчитано. Каким образом компания Axelot принимает на сопровождение информационную систему на платформе 1С? То есть первое, что мы делаем, как я и указывал в самом начале, мы формулируем, что такое бесперебойная работа. То есть мы отвечаем на этот вопрос, мы формулируем требования целевой доступности информационной системы. Исходя из сформулированных требований, после проведения аудита системы, то есть если система принимается на сопровождение не сразу после проекта, который проводила компания Axelot, а через какое-то время, либо если система внедрялась не компанией Axelot, а самостоятельно, вами, либо каким-то другим партнером компании 1С, то мы проводим аудит, собираем необходимую информацию о проведенных настройках системы, о том, какие элементы используются и как они взаимодействуют между собой. Исходя из сформулированной цели, мы предлагаем необходимые изменения по оборудованию, по архитектуре системы, по персоналу, по регламентам, по всем описанным параметрам. Формируем именно в виде рекомендаций, в виде предложений, выполнение которых данных рекомендаций будет гарантировать нам реализацию целевой степени доступности системы. Этот момент итерационный, это этап диалога, мы можем скорректировать рекомендации, мы можем выдать рекомендации, после чего, возможно, корректировка целевых показателей, выдача новых рекомендаций и так далее. То есть мы можем провести несколько итераций, после чего мы все-таки сбалансируем целевые показатели доступности системы и рекомендации по ее корректировке под эти показатели. И последний элемент, когда мы договорились о том, какие все-таки должны быть целевые показатели доступности системы и какие должны быть выполнены рекомендации для этого, мы настраиваем права доступа к элементам системы, которые переходят под полный контроль компании Axelot. То есть так как компания Axelot в рамках данной услуги несет ответственность за непрерывность, за бесперебойную работу системы, то мы берем под свой контроль определенные элементы системы, которые являются жизненно важными и критичными для обеспечения такой целевой доступности. На данном слайде указана зона ответственности компании Axelot по элементам системы. Здесь можно легко заметить, что компания Axelot несет ответственность, берет на себя полностью профилактику и мониторинг всех элементов системы, которые участвуют в предоставлении сервиса 1С ВМС. Компания Axelot гарантирует привлечение необходимого уровня эксперта в случае возникновения какой-то проблемной ситуации, в случае возникновения сбоя по любому из этих элементов, то есть включая и техническое администрирование, то есть включая администраторов по Windows, по Unix, если вдруг они используются в системе, по SQL и так далее. Ну и естественно до уровня прикладного непосредственно конфигурации ВМС. И компания Axelot гарантирует восстановление после сбоя при условии, что мы полностью управляем определенными элементами системы. Минимальный набор элементов системы, которыми компания Axelot должна полностью управлять для обеспечения такой гарантии, это программное обеспечение непосредственно серверов приложений, это программное обеспечение SQL, это программное обеспечение сервера лицензий и веб-сервера. Под веб-сервером в данном случае поднимается сервер терминалов, потому что он работает с использованием технологий протокола SOP и HTTP. Каким образом определяется критичность сбоя? Это очень важный момент, мы определяем критичность, исходя из терминологии, понятной и доступной самому бизнесу. На этом слайде представлены три основных понятия, которые используются при определении критичности сбоя. Там нет никаких технических терминов, именно мы оперируем терминами бизнеса. Угроза выполнению производственного плана, это понятно для бизнеса, это нарушение непрерывности производственного процесса, то есть неудобства или какие-то задержки в производственном процессе, и угроза потери данных. Вся эта терминология понятна для бизнеса, то есть это услуга, направленная непосредственно на бизнес заказчиков. То есть вы можете с такой услугой подходить для согласования бюджетов непосредственно к бизнес-заказчику, к директору по логистике, к генеральному директору, то есть в зависимости от того, кто в вашей структуре является заказчиком системы ВМС. Какие услуги входят непосредственно в абонентскую плату? То есть платежи разделены на две части, есть абонентская плата и есть возможные платежи переменные. В абонентскую плату входит восстановление после сбоев и исправление ошибок в любых элементах, которые находятся под нашим контролем с указанным временем. То есть исправление после сбоя мы гарантируем в течение четырех рабочих часов при условии, что элементы находятся, естественно, под нашим контролем. В абонентскую плату входит любое неограниченное количество консультаций, то есть вы можете организовать, в том числе и первую линию поддержки ваших сотрудников, кладовщиков, операторов с использованием данной услуги. И косвенно входят любые профилактические мероприятия, которые должны быть выполнены для обеспечения требуемого уровня доступности системы. То есть профилактика, она входит в стоимость данной услуги, без нее мы просто не сможем достичь необходимого уровня доступности системы. На этом у меня все. Я готов ответить на появившиеся вопросы. В том числе и Владимир Парковников здесь рядом, он может ответить на коммерческие вопросы, если таковые есть. Так, коллеги, мы приступаем к рассмотрению ваших вопросов, которые вы написали в чате. Так, поэтому небольшая пауза, пока мы все это дело смотрим. Значит, если там что-то, каким-то образом мы вдруг вам показалось не полностью ответили, вы всегда можете позвонить нам по телефону. в коде города 495, наш телефон 961-2609, или прислать запрос на наш общий e-mail omsobakoaxelot.ru Еще раз пишет вопрос по поводу того, сколько стоит данная услуга. Владимир, можешь ответить? По стоимости услуг тут, конечно, нужно смотреть именно за тем набором услуг, тому тарифу, который вы предпочитаете. То есть полностью ли мы будем управлять вашей всей инфраструктурой, или в каком-то ограниченном объеме. Да, я могу добавить, существует 4 предложения, то есть в параметрах предложения по данной услуге 4 основных исходных данных. Первый – это время обеспечения работоспособности системы, то есть два режима, либо 24 на 7, либо 11 на 5. То есть, несмотря на то, что презентация называется обеспечение круглосуточной работоспособности в режиме 24 на 7, на самом деле есть две опции. Либо режим 24 на 7, либо 11 на 5. Конечно же, 24 на 7 стоит дороже несколько, чем 11 на 5, и все зависит от непосредственно вашей реальной потребности. И есть еще вторая опция, которая влияет на стоимость данной услуги. Это берет ли компания Axelot под управление все элементы, которые участвуют в предоставлении сервиса ВМС, или компания Axelot берет под свое управление и ответственность, соответственно, только конфигурацию на платформе 1С, то есть только саму, так скажем, систему ВМС. То есть, если компания Axelot не отвечает за сервер под управлением Windows, и так далее. То есть, итого, два на два, две опции, получается четыре варианта тарифов. Конкретные цифры вы можете запросить, в том числе, у Владимира Пархоменко, и мы можем подготовить вам коммерческие предложения. Да, 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 ваши запросы, пожалуйста, присылайте либо вашему менеджеру, либо на нашу общую почту ОМ Олег Михаил, собака Axelot.ru Вот, ну вот, вижу еще один вопрос, на каких территориях вы оказываете данную услугу? Вот, ну, сам формат 24 на 7 подразумевает ежедневное, круглосуточное оказание такой услуги, вот, поэтому мы, вот, в ближайшее время данная услуга будет доступна на территории России, прежде всего, для российских компаний мы ее разрабатывали, а также для компаний, которые входят в СНГ, то есть, это прежде всего, там, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, страны, прилегающие к Кавказу, то есть, это и, там, Грузия, Армения, Азербайджан, конечно же, Украина, Беларусь, вот, и близлежащие страны, как я уже там говорил ранее, это Китай, Корея, ближайшие европейские страны, Италия, вот, это, пока это все, в дальнейшем мы планируем расширение, конечно, услуги, но, полагаю, если у кого-то вдруг, там, окажется филиал, там, далеко за пределами нашей страны, там, не знаю, в Арабских Эмиратах и прочее, прочее, пожалуйста, обращайтесь, тут у нас в этом плане ограничений нет. Да, ну, я чуть-чуть добавлю, что у нас есть два варианта сопровождения 24 на 7 и 11 на 5, вот, 24 на 7, ну, он, понятно, не зависит от региона никак, а 11 на 5, он привязан к московскому часовому поясу, то есть 11 часов, 5 дней в неделю, с 9 до 20. 0, 0, оказывается сопровождение в московском часовом поясе. Ну, и опять же, мы открыты для обсуждения, если вас 11 на 5 не устраивает, а 24 на 7 вам не нужно, то мы готовы обсудить ваши какие-то индивидуальные планы. Да, следующий вопрос, какая скорость реакции на возникшую проблему? Скорость реакции в данном случае, она полностью вытекает из наших гарантий и скоростью восстановления, потому что мы гарантируем по данному договору не только реакцию, а именно решение проблемы. В течение 4 часов работоспособность системы будет обязательно восстановлена. Поэтому скорость реакции здесь, она зависит от времени, когда мы получили сообщение. В случае, если мы получили сообщение о проблеме по своим собственным каналам, то есть из системы мониторинга, например, то скорость реакции здесь может быть максимально быстрой, еще до того, как вы сообщили нам об этом. Если же мы получили сообщение от вас, то мы реагируем сразу. У нас на первой линии поддержки работают не просто операторы, а именно специалисты по системе ВМС, которые способны сразу же оказать консультационную поддержку в полном объеме. То есть если у вас кладовщик не знает, какую кнопку нажать в текущей ситуации, то он получит скорость реакции мгновенную. Как только он обратится за помощью, он сразу же получит ее. Скорость привлечения специалистов на второй и третьей линии поддержки, она обусловлена обязательствами по восстановлению работоспособности сервиса. То есть так как мы обязуемся восстановить в течение 4 часов, то значит и среагировать мы должны в течение часа минимум, то и быстрее для того, чтобы вовремя восстановить работоспособность системы. Следующий вопрос. Выделяется ли компании индивидуальный закрепленный специалист? В рабочее время у компании есть закрепленный консультант, который максимально глубоко знает все процессы, которые настроены и происходят в компании. Но, как правило, данный специалист требуется не при решении проблем, а при выполнении запросов на изменения, когда требуется выполнить перенастройку, доработку системы, либо что-то скорректировать. Да, такого рода специалисты, конечно же, назначаются и присутствуют. Здесь опять вопрос, по какому региону, со скольки до скольки. Это, видимо, про услугу 11 на 5. Я уже говорил, еще раз скажу. С 9 утра до 20.00 по Москве, по московскому времени. Александр, если нужны какие-то отклонения от этих временных диапазонов, не вопрос. Можно будет пообщаться непосредственно с Владимиром, организовать такой конференц-колл уже выделенный. Так, ага, понял, спасибо за отклики. Коллеги, ну что, собственно, пока. Еще раз напомню, что материалы данного вебинара вы можете найти на нашем логистическом портале Аксилот, на сайте нашего учебного центра и на канале Аксилот на YouTube. Ну и также на нашем сайте www.akselot.rf Это на Кириллице. Вот, также вы можете нам звонить. Звоните, пожалуйста, телефоны вы наши знаете. На всякий случай повторю в коде 495-961-2609 или присылайте запросы на наш общий e-mail om-sobaka-axilot.ru По буквам oleg-maksim-sobaka-axilot.ru Спасибо всем. Всего доброго. Спасибо.